Для приготовления теста используем цельнозерновую муку, а для начинки пряную тыкву и яблоки. Галета получается очень вкусная, начинка ароматная и сочная, а основа рассыпчатая и нежная, попробуйте. Цельнозерновая мука отлично подходит для приготовления галеты, выпечка получается рассыпчатой, вкусной и полезной, тыкву берите сладкую и вкусную, а яблоки с кислинкой, количество сахара по своему вкусу корректируйте, тыква у меня сладкая, поэтому использую 3-4 столовые ложки сахара. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовим ингредиенты. В миску кладем 50 гр сливочного масла и добавляем ложку сахара. Наливаем настойку. Содержимое миски немного подогреваем и хорошо перемешиваем. Жду ваших лайков и комментариев. Муку насыпаем порциями, перемешиваем и подсыпаем еще, если нужно, уходит около стакана, 250 мл, цельнозерновой муки. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его в миске. Готовим начинку. На сковородку кладем 20 гр сливочного масла, затем насыпаем имбирь и корицу, ставим на огонь. Тыкву чистим, режем кусочками и высыпаем в сковородку. Добавляем сахар и перемешиваем. Готовим на малом огне около 10-12 минут. Пока готовится тыква, займемся тестом. Кладем комок теста на пергамент, затем придаем ему форму круга и далее раскатываем скалкой до толщины 2 мм. В готовую тыкву добавляем нарезанные кусочками яблоки и колотые орехи, все перемешиваем. На тесто выкладываем начинку. Края теста поднимаем и заворачиваем на начинку. Цельнозерновая галета с пряной тыквой и яблоками готова, угощайтесь! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь о составе нашего блюда. Мюка цельнозерновая 200 грамм, масло сливочное 70 грамм, сахар 3-4 столовые ложек, настойка 50 мл, тыква 1 долька, яблоки 3 штуки, орехи грецкие 5-7 штук, корица 1 чайная ложка, имбирь сухой молотый 0,5 чайных ложки, количество порций 4-6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Удачи, друзья, заходите!